ЦАРСТВО МРАЧНОГО АИДА Всюрединящая священная река Стикс, водами которой клянутся сами боги. Катят там свои волны Кацит и Ахеронт. Души умерших оглашают своим стенанием, полным печали их мрачные-мрачные берега. В подземном царстве струятся и дающие забвение всего земного водоисточника леты. По мрачным полям царства Аида, заросшим бледными цветами Асфадела, носятся бесплотные легкие тени умерших. Они сетуют на свою безрадостную жизнь без света и без желаний. Тихо раздаются их стоны, едва уловимые, подобные шелесту увядших листьев, гонимых осенним ветром. Нет никому возврата из этого царства печали. Трехглавый адский пес Кербер, на шее которого движутся с грозным шипением змеи, сторожит выход суровый, старый Харон. Перевозчик душ умерших не повезет через мрачные воды Ахеронта ни одну душу обратно. Туда, где светит ярко солнце жизни, на вечное безрадостное существование, обречены души умерших в мрачном царстве Аида. В этом-то царстве, до которого не доходит ни свет, ни радость, ни печали земной жизни, правит брат Зевса Аид. Он сидит на золотом троне со своей женой Персифоны. Ему служат неумолимые богини Мщене, Рения, грозные, с бичан и змеями. Преследуют они преступника, не дают ему ни минуты покоя и терзают его угрызениями совести. Нигде нельзя скрыться от них, всюду находят они свою жертву. У трона Аида сидят судьи царства умерших, Минос и Радамант. Здесь же у трона бог смерти Танат с мечом в руках, в черном плаще, с громадными черными крыльями. Могильным холодом веют эти крылья, когда прилетает Танат к ложе умирающего, чтобы срезать своим мечом прядь волос с его головы и исторгнуть душу. Рядом с Танатом и мрачные керы. На крыльях своих носятся они, неистовые, по полю битвы. Керы ликуют, видя, как один за другим падают сраженные герои. Своими кроваво-красными губами припадают они краном, жадно пьют горячую кровь сраженных и вырывают из тела их души. Здесь же у трона Аида и прекрасный, юный бог сна, гипноз. Он неслышно носится на своих крыльях над землей с головками мака в руках и льет из рога снотворный напиток. Нежно касается он своим чудесным жезлом глаз людей, тихо смыкает веки и погружает смертных в сладкий сон. Могуч бог гипноз. Не могут противиться ему ни смертные, ни боги, ни даже сам громовержец Зепс. И ему гипноз смыкает грозные очи и погружает его в глубокий сон. Носится в мрачном царстве Аида и боги сновидений. Есть среди них боги, дающие вещи и радостные сновидения. Но есть боги и страшных, гнетущих сновидений, пугающих, мучающих людей. Есть боги и лжевых снов. Они вводят человека в заблуждение и часто ведут его к гибели. Царство неумолимого Аида полно мрака и ужасов. Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса со слиными ногами. Оно, заманив в ночной тьме хитростью людей в уединенное место, выпивает всю кровь и пожирает их еще трепещущиеся тела. Там бродит и чудовищная ламия. Она ночью пробирается в спальню счастливых матерей и крадет у них детей, чтобы напиться их кровью. Над всеми привидениями и чудищами властвует великая богиня Геката. Три тела и три головы у нее. Безлунной ночью блуждает она в глубокой тьме по дорогам и у могил со всей своей ужасной свитой, окруженная стигийскими собаками. Она посылает ужасы, тяжкие сны на землю и губит людей. Гекату призывают как помощницу в колдовстве. Но она же и единственная помощница против колдовства для тех, которые чтут ее и приносят ей на распутьях, где расходятся три дороги в жертву собак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова